Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и я наконец-то вернулся уже к себе домой, и сейчас вновь возобновляя потихонечку в кустарных совершенно условиях, да вот именно в таких условиях, продолжая пилить контент и создавать для вас ролики по девятому асфальту, и конечно же в ближайшем будущем появятся новостные видео и многое-многое другое, в том числе и влог об обратном возвращении домой. Что ж, у нас помимо гран-при на McLaren Solus GT появился еще и ивент на Aston Martin, и давайте мы наверное начнем с гран-при, и потом уже потихоньку будем переходить к ежедневным событиям, особым ивентам, и возможно даже перейдем в сетку. Итак, по гран-при уже стартовал второй раунд, и сейчас мы прокатимся, я использую свою последнюю попытку, надеюсь проеду в этот раз лучше, и побью время 49 секунд 334 миллисекунды, посмотрим, выйдет это у меня или нет. Нет, на самом деле я опять же по гран-при не особо заморачиваюсь, не особо парюсь. Еще я хочу вам сказать, что обратный переезд был чуть легче, чем тот самый переезд в Москву, когда я в несколько, так скажем, заездов, заходов перевозил свои вещи, и конечно самый геморрой был со столом. Но я хоть и не планировал делать влог, в итоге я отснял много очень материала, и думаю, что из этого может выйти какое-то интересное видео. Поэтому если вы ждете влог, обязательно ставьте большой палец вверх этому видосу, и я буду его потихонечку, прям медленно, но уверенно монтировать. Также я сейчас скорее всего никакое лучшее время не побью, потому что побьют меня. Хотя подождите-ка, я вроде бы, смотрите, 49166, нифига себе не стараюсь, но я лучшее время побил. Опять же, в самый последний день, когда останется буквально пару часов до завершения второго раунда, начнут гонять те люди, которые в самом низу находятся, и будут побивать уже мой результат. Далее у нас стартовал особый ивент снова в школу. Кстати, всем, кто пошел в школу, в универ, техникум и прочее, поздравляю вас с началом учебного года, желаю успехов, хорошо учиться, добиваться поставленных целей и идти вперед к знаниям. Ну а для тех, кто просто продолжил дальше свою работу работать, желаю продуктивного сентября, чтобы план выполнялся, задачи выполнялись, решения находились, и, конечно же, зарплата увеличивалась. Ну да ладно, следующий ивент у нас как раз-таки посвящен Астону Мартина Вальхало Концепт Кару, и тут у нас уже понадобятся довольно-таки редкие автомобили, которые не все смогли забрать, а именно вот этот вот Рено, который у меня есть, и, кстати, можно, конечно, на нем прокатиться, но не вижу смысла Трезору уделять какое-то отдельное внимание, тачка так себе. Далее, на втором этапе уже Apollo IE, потребуется он у меня всего лишь на двух звездах, может быть, я успею до трех звезд его прокачать, но вряд ли. Следующий автомобиль, который нам тут пригодится, это, конечно же, выступает Jaguar XJR15, который я не заполучил, потому что не покупал сезонный пропуск. Ну а дальше у нас McLaren попрут автомобили из предыдущих Grand Prix, также имеется вот Citroën, ну тут нормально так автомобилей редких. По наградам 3, 6, 9, 13 жетонов вот этого Астона Мартина Вальхала мы заберем из условий, ну и, конечно же, сколько-то жетонов мы сможем вместе с зелеными жетонами забрать из этапов, где нужно как раз-таки прокатиться на вот этом Вальхала концепт-каре. Заострять внимание на этом ивенте не вижу смысла, далее перейдем к Сайлену S7 Twin Turbo, здесь, к сожалению, у меня все грустно, печально, потому что мои возможности, так скажем, ограничены, у меня нету Jaguar XJR15 или, например, прокачанного до двух звезд Бребхама BT-62, то тогда, конечно, я бы смог еще какое-то количество условий выполнить и открыть следующий четвертый этап, где уже прокатиться на Peugeot 9х8. Увы, грусть, печаль, разочарование, этот ивент для меня очень быстро закончился, аж на третьем этапе. Далее ивент, который довольно-таки неплохо прошел у меня, я практически все условия выполнил. Сейчас давайте вот прокатимся здесь и хочется на самом деле разобрать, что же такое идеальный заезд. И давайте мы стартанем, тут как раз на Lamborghini SC18 прокатимся. Она у меня прокачана до четырех звезд, но, к сожалению, ключа от данного авто у меня нет. Теперь прокатимся просто на ней и я вам расскажу, что такое идеальный заезд, а точнее, как я его понимаю. Я очень долго мучился с этими идеальными заездами, потому что они у меня не выполнялись. Я думаю, да в чем проблема-то? Что же не так я делаю? Итак, как я понял, вы можете меня поправить. Идеальный заезд это когда мы в самом начале стараемся не врезаться ни в какие ограждения, стенки, не собирать вот эти стоящие автомобили, не врезаться в соперников, а очень-очень аккуратно вот проезжать. Можно, конечно, делать вот так вот. Но самый важный момент, который здесь нужен, это не задевать стенки и соперников. И именно в начале. И вот если даже он меня сзади там догонит, и если вдруг, не дай бог, заденет, то все, идеальный заезд у вас уже будет просран. Опять же, если вдруг Жека или Олег смотрят данный ролик, подтвердите эту информацию, так оно или нет. Но я очень долго пытался эти идеальные заезды сделать, и у меня практически никогда этого не получалось. Вот даже сейчас я несколько раз эту стеночку задел. Скорее всего, идеальный заезд я ни один не сделаю. Но, как я опять же понял, в самом начале, если вы очень аккуратно ездите, ничего не задеваете, то шансы на выполнение этой миссии, да, как вы видите, имеются. Вот никогда особо раньше не обращал на это внимания, они как-то эти идеальные заезды выполнялись сами. И, естественно, вне видео, когда я еще раз проеду там, то заберу 4 чертежа Lamborghini SC18. Также переходим мы уже непосредственно в ежедневные ивенты. Здесь много всего появилось, на чем мы можем прокатиться, что мы можем вообще посмотреть. И, конечно же, начнем мы с вот этого ивента. Отдельные награды у меня здесь все выполнены, да? А, тут у нас BXR. BXR не столь интересен. По-моему, вот тут у нас McLaren. Да, два чертежа я уже сено забрал. Здесь у нас предоставляются полностью прокаченные авто. И мне, конечно же, интересен McLaren Solus GT, на котором мы гоняли в самом начале в гран-при и хочется его процветать именно в максималке. Относится он к B-классу. Ускорение 89, 335 максималка, управляемость 83 и нитро. То есть это бомбическая тачка должна быть. И хочется как раз ее показать вам во всей красе и посмотреть, насколько хорошо она справляется с поворотами, как сильно теряет скорость, как быстро набирает скорость и, конечно же, какая у нее максималка. Будет ли она уделывать тот же Хуракан, что вряд ли, мне кажется, в сеточке. Тут у нас еще, кстати, да, Слипстрим. Итак, 349 у нее максималка. Довольно-таки неплохо держит нитро. Давайте мы немножечко подрифтим. Ну, в дрифте, конечно, она сбавляет душевненько, но быстро достаточно набирает за счет своего сумасшедшего, я бы сказал, ускорения. В будущем может появиться что-то покруче. Но 89, по-моему, для Б-класса это прям вообще самый самолет, и это самое высокое значение акселерометра, так называемого. Вот, аккуратненько. Пацаны, вы меня не трогайте. 349 очень быстро набирает с нитроволной. Вот буквально, хоп, сразу набрал, и я даже не полностью ее использовал. То есть дальше можно переключаться на самом деле на идеальные нитры. Вот сейчас попробуем в дрифт войти. Идеальные нитры. Может быть, она больше набирает в идеальном нитры. Нет, все так же 349. Сейчас мы попробуем другое нитро использовать. Оранжевое. И тоже 349. То есть максималка у нее во всех нитрухах 349. Что, ну, неплохо. Но если она все-таки попадет с тачкой, у которой максималка выше, чем 350, то ее будут уделывать. Но, опять же, очень быстро набирает скорость этот автомобиль. Однозначно за это ему лукас. Я бы, может, даже немножечко помучился и все-таки забрал этот автомобиль из Гран-при. Пишите свои мысли в комментариях, как вам данный автомобиль. Далее у нас появилась охота за Chevrolet Corvette C7R. Этот автомобиль мне очень нравится. И думаю, что у меня получится его прокачать на все 5 звезд и, конечно же, забрать. Нам понадобится, значит, Mazda Furey и Bentley Continental, от которого у меня, к сожалению, ключа нет. Поэтому мне придется здесь прям задрить, чтобы набить нужное количество фрагментов, прокачать авто до 5 звезд и, конечно же, забрать в итоге ключ. Очень хочу ключик забрать. И вообще тачка мне очень нравится. Этот корветик прям сзади великолепно выглядит за счет всех своих кузовов широких и спойлеров. Мне тачка прям нравится. По характеристикам я, честно говоря, не помню. После этой гонки мы пройдем, посмотрим. И я свой вердикт скажу. Она, насколько я помню, очень старая. Давненько в каком-то гран-при была. Причем эта гран-при, по-моему, несколько раз проводилась. Так, все, финиш. И в 45 секунд, по-моему, надо было уложиться, чтобы забрать как раз-таки чертеж. И тут у нас, да, два набора, три набора. И у меня осталось, значит, 15-23 чертежа данного Chevrolet Corvette. И забрать ее у меня удастся. И, кстати, мы сейчас можем на ней прокатиться. И, блин, вот с этого сезона зеленые сезонные эти сраные жетоны копятся значительно дольше. Так, мне нужно за 46 секунд как раз-таки проехать. И можно тестовый заезд такой сделать. Бесплатная попытка, причем, у нас дается, потому что данного авто у нас нет. Так, 300 максималка у нее. 77 ускорения, что очень мало. Но, опять же, если мы прокачаем, я думаю, там около 80 будет. Может быть, 79,2, где-то так. Что ж, давайте прокатим. Использую я билеты на этот ивент. И сейчас еще параллельно идет охота на Apollo AI. Кто собирает, обязательно большой палец вверх. Но я вот, наверное, не смогу ее на три звезды прокачать, потому что тупо у меня времени нету. Я сейчас не так много играю. Я, пока мои вещи едут, я отдыхал от создания контента. Но периодически все равно в телеграм-канале постил различные новости. Например, там Sony презентовали новые Xperia 5V, какие-то смартфоны. Причем я не совсем нашел информации, на каком драконе данный агрегат. Ну, слушайте, вообще в легкую можно будет забрать ключик. 46 секунд у меня побилось. Но надо автомобиль прокачать сначала на все пять звезд, для того, чтобы открылся доступ к ключику. Так, что у нас еще здесь имеется? Ну, в принципе, тут больше ничего интересного. Презентация пропуска. Тут у нас как раз-таки Jaguar вот этот, который мне не особо интересен. Сетевая гонка. Снова в школу. Я, честно говоря, даже не заглядывал, что у нас здесь имеется. А тут у нас как раз-таки автомобили, которые понадобятся нам в ивенте на Aston Martin Valhalla Concept Car. Относится он к А-классу. 82 ускорение. Блин, я вот этот автомобиль вообще не помню. Но статы неплохие, неплохие. Нитро немножечко удручает. Но максималка 377. Для А-класса это очень даже не дурно. То есть, если прибавляем нитро сюда, которое будет быстро, наверное, угасать, то автомобиль вполне не дурный для А-класса. Может быть, все-таки какое-то количество чертежей я данного автомобиля заберу себе. Что ж, народ, поздравляю вас с началом осени. Надеюсь, что осень и зима принесет много различных интересных релизов. В том числе, я надеюсь, Racing Master уже выйдет. И может быть, даже новый Drift Racing 3. Посмотрим, я буду следить периодически за новостями. Ну а на этом у меня все. Если данный ролик поднял вам настроение, был полезен, обязательно влупите ему большой палец вверх. А также не забывайте подписываться на мои соцсети. Телеграм, ВК, Дзен. Для тех, кто хочет отдельно поблагодарить меня за различные гайды, то можете подписаться на Boosty и узнать значительно больше о том, что происходит за кулисами канала Flickr Mobile Gamer. На этом у меня все. С вами был Flickr. Всем пока!